Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня будет у нас ответ на вопрос, по запросу от моей подписчицы. Я давно уже не снимала такие видео об отношениях, советы какие-то, свой опыт передаю, да? В общем, сегодня у нас будет ответ на такой вопрос. Здравствуйте, Селена! Можете снять видео о том, как избежать измены, и какие все-таки причины подталкивают на этот неблагоразумный поступок? Пишет мне Анастасия Дюсимбекова, если я правильно все сказала. В общем, у меня есть много видео, советов всяких, передача своего опыта, свои какие-то взгляды на эти темы и на эти вопросы. И сегодня я хочу с вами поделиться, тем более, если интересно, что я думаю по этому поводу. В общем, что касается измен и причин измен, вообще для меня это больная тема, потому что для меня измена это вообще самое главное в отношениях. И я считаю, что... ну, то есть я не понимаю измен, я против измен. Мой мужчина никогда не должен мне изменять. Если хоть в малейший какой-то момент я узнаю о том, что мой мужчина мне изменяет или интересуется какой-то другой женщиной, это, короче, вообще не про меня. Я лучше буду одна, без мужчины, никогда не буду прощать измен, закрывать глаза на что-то, ради чего-то. Нет. Мое счастье, оно тогда, когда мужчина меня любит, когда мужчина мной восхищается, кроме меня никого не видит, но при этом как бы не падает мне в ноги, естественно, да, там, и... То есть он должен оставаться при этом мужчиной, но я должна знать, что я у него единственная, любимая и неповторимая вообще, и что никто другой рядом со мной не стоял. То есть он должен любить меня больше, чем я сама себя люблю. То есть, грубо говоря, так, да? Как же все-таки избежать этих измен, честно говоря? Избежать измен, ну, как бы, можно. Во-первых, мне кажется, нужно найти правильного человека. Конечно, все, не исключение. Все мужчины, говорят, изменяют там и так далее. Я в это не верю. Я не верю, что все мужчины изменяют. Я верю, что они хотят, может быть, изменить, но не все изменяют. Во-первых, очень зависит от того, как ты себя поставишь с самого начала, да? То есть нужно, чтобы мужчина понимал, что, не дай бог, где-нибудь какой-то прокол он посмотрел в одну или в другую сторону, или так далее, все, он потеряет свою любимую женщину. Поверьте, это большая мотивация для того, чтобы не смотреть налево. Я вот в этом уверена, убеждена. Пока что у меня вот не было. На моем счету сразу скажу, что я не знаю, чтобы мне кто-то изменял. То есть я уверенная, то есть вот такие у меня были парни, я так вот встречалась, что я уверена в том, что никто из моих молодых людей мне не изменял, никогда. То есть я чувствовала себя самой любимой, самой желанной. Я уверена, что в отношениях, которые у меня были, существовала верность и преданность со стороны мужчины. Может быть, конечно, я ошибаюсь, но самое главное убеждение, да, и что чувствует женщина при этом. Что я думаю, как избежать этих измен? Я думаю, что мужчину нужно держать в тонусе, обязательно. Никогда нельзя закрывать глаза. Будете закрывать глаза, будет изменять. Вот это точно. Вот это даже к бабке не ходи. Может быть, есть, в общем, такие мужчины, которые, да, все супер преданы, не смотрят налево. Может быть, у них проблемы с потенцией какие-то, может быть, еще что-то. А может быть, какой-то внутренний такой жесткий принцип, что нет и нет, да. Но я знаю точно и думаю, что любой мужчина смотрит налево, на любую женщину. То есть я уже со временем, общаясь с мужчиной, у меня был очень долго друг взрослый, который мне рассказывал все время о мужчинах. Вот как друг, как старший брат, он мне рассказывал о мужчинах всю правду, да, кто никогда ничего не расскажет. И он мне всегда говорил, что вот я тебе сейчас скажу правду. Мужчины думают так. 99% мужчины думают так. И поэтому я, в принципе, понимаю мужскую природу, я понимаю, как все это происходит. Я ее не принимаю такую. Мне не нужен мужчина со своими инстинктами и природами. Для меня мужчина должен работать со своим умом, работать со своим достоинством. И поэтому только такой мужчина будет со мной рядом, который будет принципы ставить выше всего. Пожалуйста, смотри картинки, смотри какие-то там видюшки, фантазируй в своей голове, что хочешь там, ну фантазии там, извините, я не знаю, они могут как угодно, да, мыслишки там и так далее. Но чтобы вообще как бы не было ничего такого, я не знаю, там, ни желания, ни всего-всего. Но вообще мужчину нужно держать в тонусе и всегда понимать его желание, что он желает от своей женщины. Если мужчина, то есть он должен быть уверен в своей женщине, но в то же самое время он должен понимать, что его женщину хотят все мужчины. Он должен все время, как тигр, ее защищать и оберегать. Что только он отвернется, сразу соберется целая куча молодых людей, которые захотят сыграть своими бицепсами. И он должен всегда стараться ее взгляд перенимать на себя. То есть он должен быть в тонусе. У него не должно быть такого, что он пойдет куда-то, отойдет, и уверены, что его женщина забьется в угол, и она такая серенькая и никому не нужна. Вот этого не должно быть. Вы всегда должны быть яркой, красивой, сексуальной, желанной всеми вокруг. Но должны любить своего мужчину и показывать ему, что он самый лучший для вас, и что вы такая вся офигенная, и вся такая сексуальная, вся такая супер-пупер только для него. Но внешний фактор, если мужчина не дурак, он прекрасно понимает, что вот это вот богиня у него, и нельзя выпускать такую из дома вообще одну. И тогда это его будет поворачивать. Тогда ему некогда будет смотреть налево. А если, конечно, дома мы ходим какими-то замухрышками, вообще не обращаем внимания на своего мужчину, не даем ему ласки и тепла, выглядим непонятно как, на нас и другие мужчины особо не смотрят. А если у нас еще нет уверенности в себе, что мы вообще никому не нужны, поверьте, все это на нашего мужчину, который когда-то нас любил, взваливается. Он точно так же начинает думать, так же, как и мы, что никуда не денешься, и вдруг проходит мимо какая-то ошеломляющая красотка, вкусно пахнущая, вся красивая, и тут ему подмигнуло где-то. Ох, я вас умоляю. Все сразу принципы, наверное, рухнут. Нельзя, короче, нельзя. Нужно сравнивать себя с самыми лучшими и быть самой лучшей вообще. И всегда это подмечать у своего мужчины. Короче, для того, чтобы избежать измен, нужно держать мужчину в тонусе, быть такой, какой он хочет, вот как в первые ваши встречи, да, когда вы только познакомились, и вот он вас желает, ни на кого не смотрит. Вы же все знаете эти первые моменты, да. Не закрывать глаза, не прощать никакие там измены, подружки пообщались, там вот на ушки вот кому-то приседают, да, там нельзя этого ничего делать. В общем, все как в первый раз, как при влюбленности, которая была. Нужно сохранять это все. И очень важна внимательность, нужно замечать детали. Потому что упустили здесь момент, там он там с кем-то познакомился, коллега. Сразу надо узнавать, где, какая, что, куда, чё. Претензии, характер. Все это должно быть. Если, конечно, это не отношения такие, ну, немножко другого формата, да, я сейчас говорю о 95, наверное, процентах случаев, какие вот отношения. Все должно быть в тонусе, все должно быть живо, не должно ничего замирать. Замрет, все, мне кажется, любому мужчину можно, особенно если есть проблемы такие, что мужчина поглядывает налево, им обязательно нужен тонус. Ну вот и все. А причины, какие могут быть, потому что мужчина изменяет, именно потому что ему не хватает. Ему не хватает тонуса, ему не хватает вот этого вдохновения, ему не хватает тепла и любви своей женщины, ему не хватает яркости от своей женщины, и ему не хватает охоты. Мужчина, они охотники, ну как не крутись, он должен охотиться за вами. Если он перестал за вами охотиться, найдет другую жертву. Вот, ну, блин, мое убеждение такое. Мой мужчина будет охотиться все время на меня. Как только я увижу, что-то где-то я сразу по превращению там. Иди охотиться. На меня поохотятся другие. И тогда мужчина сразу в тонусе. Нужно как бы подавать себя. Очень круто. Ну, то есть мы, женщины, я не знаю, как бы... Короче, мы не должны падать грязь лицом. Мы должны реально быть как королевы. Мужчины, вот мы королевы, а мужчины наши, ну, как бы короли. Ну, потому что мы только им позволяем такими быть. Вот. Это наш маленький секрет. Я надеюсь, мужчины не смотрят. У нас. Ну, в общем, короче. Вот так должно быть. Понимаете? Мы круче. Мы звезды. Я думаю, что я ответила на этот вопрос. Если остались еще вопросы, вы задавайте в комментарии. И, надеюсь, эта девушка дождалась ответа на мой вопрос. Потому что у меня сейчас, наверное, на канале очень много видео совершенно другого формата. Поехали. Я что-то мало стала давать советов. Хотя много девчонок задавали мне, что делать вот так, а что делать вот так. А сейчас у меня вот приколы. Ну, популярные видео. Вот. Поэтому я для вас снимаю. Я смотрю, что много прибавляется людей. Это интересно. Поэтому мы пока с вами в тренде, в тренде, в тренде будем, да? Ну, я постараюсь не забывать о таких запросах, которые действительно о душе, о любви, отношениях. И если есть какие-то вопросы у вас еще новые, задавайте мне в комментариях. Понравилось? Ставьте лайки. Кто первый раз пришел на мой канал, подписывайтесь обязательно. Походите по каналу. Много-много смешного, интересного есть у меня. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. И с вами была Селена Свой. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok